МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С главными событиями дня Илья Сахаров. Законопроект, предусматривающий введение новой системы оплаты труда для работников бюджетных учреждений Ненецкого округа, внесенный в собрание депутатов, будет отозван. Такое решение принял губернатор НАО Игорь Кушин по итогам обсуждений законопроекта с широкой общественностью. Таким образом, нововведения в части системы оплаты труда коснутся с 1 января только чиновников. Законопроектом предусматривалось введение оплаты труда для работников бюджетных учреждений по формуле 60 на 40, где 60% – это условно-постоянные выплаты, а 40% – стимулирующие. Законопроект активно обсуждался общественностью, поступило большое количество обращений как в адрес губернатора, так и в адрес собрания депутатов, по результатам рассмотрения которых и с учетом обращения от депутатского корпуса в адрес губернатора Игорь Викторовичем было принято решение об отзыве данного законопроекта. В то же время с 1 января 2016 года начнет действовать новая система оплаты труда для государственных служащих региона. Соответствующий закон принят на сессии собрания депутатов. «Мы должны посмотреть, как будет работать мотивационный принцип на деле, станут ли чиновники эффективнее, когда речь пойдет о прямой зависимости их зарплаты от выдаваемого ими коэффициента полезного действия», – сказал Игорь Кошин. Решение о целесообразности перехода к такому принципу в бюджетных учреждениях можно будет принимать только после однозначной успешности внедрения системы. Переводить всех на новую систему оплаты труда сейчас считаю преждевременным. Материальная помощь, выделяемая из бюджета, должна быть адресной и поддерживать слабозащищенные слои населения. Депутаты Кожного собрания рассмотрели вопрос, касаемый величины прожиточного минимума пенсионера в 2016 году. Он повысится на 16% и составит 16 500 рублей. Те пенсионеры, чье пенсионное обеспечение не дотягивает до этой суммы, будут получать компенсацию из казны региона. Изменения внесены в другие социальные законы округа. В частности, изменения претерпят закон, которым предусматриваются выплаты ко дню пожилого человека, который ежегодно отмечается 1 октября. Изначально единовременную выплату предполагалось выплачивать людям старше 75 лет. Но при рассмотрении вопроса депутатами окружного собрания выяснилось, что в эту категорию граждан по возрастному цензу не попадают дети войны. Кабинет министров продлевает госпрограмму «Доступная среда» до 2020 года. В следующие пять лет на создание условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья будет направлено более 250 миллиардов рублей. За время действия программы уже удалось снять хотя бы самые серьезные барьеры, с которыми сталкиваются инвалиды в учреждениях, на улице, в транспорте, заметил Дмитрий Медведев. Несмотря на это, добавил он, сделать нужно еще больше, как на федеральном, так и на региональном уровне. Объем финансирования программы до 2020 года составит более 250 миллиардов рублей. В 2016 году на нее выделяют порядка 48 миллиардов рублей. В 2017 году – 52 миллиарда с небольшим. В 2018 году – 51,3 миллиарда. В 2019 году более 50,5 миллиардов и 50,5 миллиардов рублей будет выделено в 2020 году. В рамках программы планируется расширить доступность социальных объектов для инвалидов. В 2015 году стояла задача оборудовать соответствующими средствами 45% таких объектов. Через пять лет две трети таких зданий должны стать доступными. Это важнейший показатель, которого обязаны достичь и федеральные, и региональные власти. Доля общеобразовательных организаций с безбарьерной средой для инклюзивного образования детей и инвалидов. В общем, количество таких организаций составит 25%, в то время как в 2014 году были оборудованы лишь 12,8%. Кроме того, планируется воссоздать систему комплексной реабилитации инвалидов, включая детей, чтобы значительно больше людей с инвалидностью могли получать такую помощь. О том, как продвигаются законодательные инициативы окружного парламента в Совете Федерации, говорили сегодня народные избранники и сенатор Евгений Алексеев. Член Совета Федерации от Собрания депутатов Ненецкого округа читался о работе за прошедшие 9 месяцев. Эта встреча, по словам спикера, стала началом хорошей традиции. Такие встречи с окружными депутатами, отметил Евгений Алексеев, уникальная возможность озвучить наболевшие и острые вопросы. Ну, острые темы, безусловно, не поднимались. Вот я должен сказать о том, что наше собрание депутатов, оно за прошедший год инициировало три инициативы. И я могу только судить как бы по обсуждению происходящего, связанного с инициативами в нашем комитете. По крайней мере, это точно больше, чем инициатив Архангельской области. Это как бы вот говорит о определенной эффективности работы депутатов. И я должен сказать о том, что все инициативы в нашем комитете, они были поддержаны. Но вот на уровне правительства и администрации президента эти инициативы поддержки не нашли. Одна из них касается поправок в бюджетный кодекс России. Напомню, теперь из регионального бюджета запрещено компенсировать завоз топлива в труднодоступные регионы. А это привело к тому, что литр бензина жители населенных пунктов вынуждены покупать сейчас почти за 80 рублей. Позиция правительства, она слаба с точки зрения аргументации. Почему они отказали? Они отказали, потому что якобы не налажен эффективный учет за транспортные составляющие. То есть нет эффективного контроля, сколько стоит, какую цену предъявит перевозчик. Я-то считаю, что здесь можно вполне на эту тему поработать и, по крайней мере, позицию правительства опрокинуть. И, на мой взгляд, совершенно на вскидку можно предложить или какую-то фиксированную часть компенсации, или процент, или еще что-то. Продвижение инициатив на федеральном уровне будет способствовать и свой депутат в Госдуме. Сейчас интересы нашего региона и Архангельской области представляет один депутат. Смотрите далее в нашем выпуске. Историческое соглашение. В регионе официально заработала так называемая ипотека под 5%. Свои лучше. На мясокомбинате возобновили производство, пожалуй, самого народного продукта – пельменей. Что изменилось во вкусе? Так называемую 5% ипотеку в регионе будет выдавать Московский индустриальный банк. Он стал первым, кто подписал с администрации округа соглашение о сотрудничестве. Согласно законопроекту, из бюджета НАО кредитной организации будет выплачиваться разница между процентной ставкой по кредитному договору, не превышающей ключевую ставку Центрального банка России, и ставкой 5% годовых для жителей округа. За работу! За работу! Этот момент можно смело назвать историческим. В Ненецком округе впервые заработает самая демократичная ипотека. Московский индустриальный банк выразил согласие участвовать в беспрецедентном проекте администрации региона. Это первый банк, с которым мы подписали сегодня данное соглашение о субсидировании. И сегодня мы можем совершенно четко сказать, что с момента подписания этого соглашения у жителей Ненецком автономного округа есть возможность принимать участие в программе 5% ипотека. Напомню, 5% ипотека будет доступна только для зарегистрированных на территорию округа граждан. Кроме того, действие закона будет распространяться на новое жилье, построенное в регионе. Размер ипотечного кредита не ограничен. Процентная ставка будет субсидироваться в течение 10 лет, с момента заключения кредитного договора. Вопрос непростой. И Игорь Викторович сказал, что проект абициозный. На самом деле нам бы всем хотелось, чтобы этот проект получился, и мы смогли с вами его достойно реализовать. Закон направлен на стимулирование коммерческого жилищного строительства в регионе. Игорь Кошин напомнил, что сегодня квадратные метры в НАУ строятся только за государственный счет. Это социальное жилье для очередников различных категорий и программа сельского строительства. Воплощение программы о 5% ипотеке даст новый импульс строительству и возможность гражданам по доступным ценам покупать жилье на территории Ненецкого округа. С 1 января следующего года предприниматели Ненецкого округа могут вступить в новые налоговые реальности. Речь идет о значительном смягчении налоговой нагрузки на малый бизнес. Пакет законопроектов, разработанный комитетом инвестиций, совместно с уполномоченным по правам предпринимателей, в разы должен уменьшить так называемый налоговый пресс. Например, если сейчас для фирм-изготовителей строительных материалов налог на доходы ежеквартально обходится в 6%, то с принятием новых законов эта цифра снизится всего до 1%. Изменения коснутся и тех, кто занимается розничной торговлей и гостиничным бизнесом, общественным питанием и сельским хозяйством. Федеральный центр дает возможность изменять налоговые ставки. И вот мы предлагаем в рамках того, что федеральный законодатель разрешил в значительной степени смягчить налоговое давление на субъектов предпринимательства. Данный пакет законов депутаты Кожного собрания рассмотрят уже на ноябрьской сессии. Напомню, в случае его принятия с 1 января 2016 года предприниматели будут работать по упрощенной налоговой системе. На прилавке магазинов мясокомбината вернулись уже полюбившиеся горожанам пельмени. На мясокомбинате выпустили первую пробную партию, пожалуй, самого народного продукта. Отзывы потребителей в основном положительные. Пельмешки стали вкуснее. Это отметил у руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Олег Белак. Он лично посетил предприятие и продегустировал новую продукцию. Итальянский аппарат – именинская технология производства пельменей. Сомнений, что из этого тандема получится более качественная продукция, у сотрудников Наринмарского мясокомбината даже и не возникало. Вопрос о приобретении нового оборудования встал, когда вышла из строя старая аппаратура. А потребитель, которому так полюбились Наринмарские пельмешки, требовал вернуть их на прилавки. Вопрос спустя полгода удалось решить посредством приобретения нового пельменного аппарата в лизинг. По словам самих производителей, пельмени стали вкуснее за счет того, что немного изменилась рецептура. Фарш по-прежнему изготавливают из мяса олениной и свинины, добавляют соль, сахар, перец и лук. Но теперь в него не добавляют воду. Тесто готовится из муки и воды. Попробовали мы первые эти пельмени, то что бросается в глаза, у них более выражен вкус мясной начинки, мясо, просто аромат мяса. Он даже может быть несколько приглушает аромат черного перца, хотя тоже количество черного перца в рецептуре здесь. Рецептура та же, это разработка наша, кстати. Отличие действительно в том, что вода здесь не добавляется. И поэтому, ну как и в домашних условиях, когда делают пельмени, там воду не добавляют. Поэтому, да, мясо очень хорошо ощущается, вкус его. Вот, и тесто. Оно, конечно, отличается. Качество теста отличается от прежнего. Оценил на вкус и цвет новую продукцию Олег Белак. В ходе рабочего визита вице-губернатору и представителям прессы презентовали новую аппаратуру. Уже сейчас на ней производят порядка 300 килограммов пельмешек в день. Впрочем, это только пока дальше больше. На подходе вторая часть установки, которая будет замораживать продукцию в течение 30 минут. И сразу после упаковывать. Это позволит в разы увеличить объемы производства. С сырьем тоже проблем быть не должно, заверил Олег Белак. До конца года у них сырье есть. Они закрыты также не только там по оленинене, да, то есть вот где есть некоторый дефицит, а по другим направлениям, там по говядине, по свинению, как бы здесь у них вопросов особых не возникает. А на следующий год я, то есть по всем нашим прогнозным показателям, да, то есть, во-первых, больше появилось оленят, да, то есть это уже на 3 тысячи, более чем на 3 тысячи, то есть это уже, как бы можно говорить, что это порядка чуть больше, чем на 100 тонн будет произведено мясо. На одних только пельменях мясопроизводители останавливаться не собираются. Руководство предприятия поделилось планами расширения ассортимента. Так на полках фирменных магазинов мясопродуктов скоро появятся мясные блины, а к Новому году планируют выпускать холодец. Алина Волучейская, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Общество мясопродукты отправит на переработку оставшиеся запасы оленины. По словам вице-губернатора Ненецкого округа Олега Белака, в дальнейшей экономии сырья необходимости больше нет. Убойная кампания в регионе, по прогнозным данным, начнется во второй половине октября. Это раньше обычного. По данным оленемодческих хозяйств, для заготовительной кампании прогнозируется пустить на убой 34 650 голов, а также более 5 800 голов оленей частного сектора. В весовом выражении это составит не менее 1 355 тонн. Плановые показатели больше прошлогодних на 274 тонны. Первыми ее начнут и с ПК «Красный октябрь» и «Харп». Оба хозяйства создали независимую от погоды цепочку технологического процесса. В этом году будут задействованы не менее двух новых убойных пунктов на западе и востоке округа. СПК «Путь Ильича» планирует запустить свой объект к началу убоя, а специалисты общества «Мясопродукты» и в начале ноября протестируют убойный пункт «Селинесь». На убойном пункте в селе Коткино в этом году, кроме Ненецкой агропромышленной компании, проводить убой планируют СПК «Нарьянаты» «Индига», а «Восход» и СПК «РК Заполярье» в селе Нижняя Пеша. Рассвет «Севера», «Харп», «Копхоз», «Ерф» и «Ижимский оленевод» и «Ко» убой осуществят в своих пунктах. Технологии настоящего. Телеканал «Север» стал ближе к своему зрителю. Подробности буквально через минуту. Мобильные новости. Телеканал «Север» стал еще доступнее. Теперь смотреть нас вы можете в специальном приложении. Технологии настоящего. Телеканал «Север» расширил диапазон вещания. Теперь следить за жизнью региона можно через мобильный телефон. В любой точке мира, при этом в режиме онлайн. Новые возможности уже оценил мой коллега Олег Танзейский. Смотреть любимые новости в прямом эфире даже там, где нет телевизора. Теперь этим никого не удивишь. Впрочем, технологии продолжают двигаться и дальше. Телеканал «Север» появился в мобильном приложении «СПБ-ТВ». Плюс этой программы в том, что там, помимо нашего, есть еще около 200 телеканалов, как российских, так и зарубежных. И все это удовольствие абсолютно бесплатное. Политика, культура, спорт и даже музыка. Здесь собраны, пожалуй, самые популярные каналы мира. Теперь в этом огромном списке появился и наш. Посмотреть любимые новости или передачи в режиме онлайн можно не только с телефона, но и элементарно через компьютер. Однако в первую очередь портал «СПБ-ТВ» ассоциируется как мобильное телевидение. «Само приложение работает на любой операционной системе мобильной, включая Android, iOS, Microsoft Mobile. Ну и на самом деле и такие, как Bada и другие, которые уже на данный момент не очень популярны, но при этом, в общем, наверное, еще есть у людей на руках». Инструкция вполне проста и понятна каждому. Для просмотра потребуется установить несложную программу. В общем, задача легко справиться как ребенок, так и пенсионер. И вот они, больше двухсот каналов – ваши любимые программы, новости, мультфильмы и кино. «Приложение адаптировано для мобильного интернета. Ну, в хорошем качестве, естественно, нужен хороший интернет, но при этом проверяли, работает это на 3G, на телефоне, на улице. Вполне смотрибельно и очень удобно. При этом вы можете смотреть не только в нашем округе, но и по всему миру, находясь на отдыхе или в командировке». Приложение СПБ-ТВ – это место, где без отрыва от работы или учебы можно посмотреть в том числе и наш телеканал. А это значит, что «Север» стал теперь еще ближе к зрителю. Олег Хатензийский, Роман Делимарский, Телеканал «Север». Такой была информационная картина дня. Следить за информацией вы также можете на нашем сайте. А теперь прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова